Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестируя уже больше 60 лет, инвестиционный портфель превысил 27 миллионов рублей. И его можно увидеть здесь на канале по субботу. Итак, что делать, если фондовый рынок сильно растет? На идею записи этого видео меня натолкнули многочисленные комментарии возбужденных зрителей с вопросами, что делать. Фиксировать прибыль или немного подождать. Некоторые писали, что им даже страшно от такого вот роста. Такое тоже бывает, хотя меня этот страх совершенно непонятен. Некоторые из вас писали, что не видят уже смысла в покупке активов по текущим ценам. Ведь недавно прошедшая коррекция практически не исправила ситуацию. Цены на многие активы сейчас опять стремятся к максимумам и даже выше. В общем, не переключайтесь и узнайте, как вести себя на лихом росте фондового рынка, нужно ли фиксировать прибыль при сильном росте активов, и как покупать активы на продолжающемся росте цен. Ну и как подготовиться к смене настроений и к возможной коррекции. И, естественно, как всегда, будет личный опыт и рекомендации. Поехали. Если посмотреть на график S&P 500, то сложно не заметить бурный рост индекса, особенно после выборов американского президента. Даже графики я показывать сейчас не буду. Всем известно, что американский фондовый рынок сильно восстановился и несколько раз уже обновил свои исторические максимумы. И сейчас все чаще и чаще начинают говорить о неизбежности падения фондового рынка, ну или как минимум серьезной значимой коррекции. Недавняя небольшая коррекция явно не в счет. Я делал несколько видео с мнениями известных экспертов и легендарных инвесторов о неизбежности скорого падения на фондовых рынках. И действительно, предпосылки к переоценке инвестиционных активов присутствуют. Но это сегодняшнее видео не об этом. Так вот, что делать, если рынок растет? Обгоняя фундаментальные финансовые показатели. Растет на оптимизме, смотря в будущее и не замечая текущих экономических параметров и проблем. Страшно ли это? Как покупать в таком случае? Как инвестировать? Первое, что нужно и можно делать, это расслабиться и получать удовольствие. Вот не хватает еще расшатывать себе нервы на росте рынков. Когда падало, многие боялись, теперь давайте еще на росте будем напрягаться. Ну, это правда чудно, на мой взгляд. Вы уж простите, но с таким подходом точно не инвестируют. Я много раз говорил, что буду рад падению, снижению фондовых индексов. И сейчас текущий рост на эйфории меня, как долгосрочного инвестора, скорее расстраивает, чем радует, так как приходится покупать инвестиционные активы дороже. Теперь конкретика. Что делать, как инвестировать? Прежде всего нужно быть готовым и к дальнейшему росту, и к смене настроений на рынках, то есть к существенной коррекции или даже обвалу. Уже были очевидны несколько попыток уйти на коррекцию. Но пока до сих пор все выкупается очень быстро. Так будет не всегда, в этом есть уверенность. Но пока рост может продолжиться. Прежде всего потому, что денег в финансовой системе просто очень много. На негативных коронавирусных событиях финансовой власти большинства крупных стран и в особенности США залили в экономику беспрецедентное количество ликвидности, которое теперь уже на глобальном восстановлении продолжает выплескиваться на фондовые рынки. Возникает эйфория, которую власти продолжают поддерживать своим оптимизмом. Поэтому покупки на рынках могут вполне даже и усилиться на какое-то время. Это надо учитывать. Как оказаться готовым к дальнейшему росту? Как не пропустить рост активов? Прежде всего, не надо дергаться и не надо суетиться. Есть смысл продолжать покупки. Конечно же не агрессивно, а спокойно, планомерно. Не на все деньги. Частично, но регулярно. Упаси вас боже от торговли с плечом или чего-то в этом роде. Личный опыт. Мне сейчас трудно покупать именно психологически. Я понимаю, что отрыв рынка от фундаментала очень большой. Но также я осознаю, что рынок может еще довольно долго расти на избыточной ликвидности и оптимизме от победы над вирусом с помощью продолжения глобальной вакцинации. Поэтому я иногда делаю покупки даже в свой основной инвестиционный портфель и показываю это по субботу. Кроме того, по вторникам в видео я абсолютно регулярно, без пропусков, в онлайне покупаю активы еженедельно на 5000 рублей. Результат в этом инвестировании уже неплохой. Смотрите, убеждайтесь в этом. Далее, надо понимать, что после такого бурного роста вполне может развиться коррекция на каком-нибудь неожиданном инфоповоде. И это может быть резкое и даже глубокое движение. Как быть готовым к смене настроения и к возможной коррекции? Да очень просто. Не поддавайтесь полностью эйфории покупок. Часть средств оставляйте и на сценарии будущей возможной просадки. Определите сами оптимальный для вас процент кэша на этот случай. При этом пока кэш ждет своего времени, он вполне может работать и примножаться. Вот в этом видео я рассказал про инструменты и конкретные тикеры, в которых можно и нужно хранить кэш. Причем там информация и для инвесторов на российских брокерах, и для тех, кто инвестирует через зарубежного брокера. Так что смотрите это видео, там важная информация. Надо понимать, что финансовые власти многих ключевых центробанков могут начать откачивать избыточную ликвидность, что тоже способно привести к значительной коррекции. Предпосылки к этому есть. У американцев растут доходности по облигациям и усиливаются инфляционные страхи. Это и может привести к откачке избыточной ликвидности из экономики, из фондовых площадок. Далее. Многие задавали вопрос, нужно ли фиксировать прибыль в той или иной бумаге, если она слишком сильно выросла. Стоит ли фиксировать высокую прибыль? Так это зависит от цели вашего инвестирования. Заметьте, я сказал, что зависит от инвестиционных целей, а не от графиков технического анализа. Забудьте про него. Это лженаука, призванная обогащать людей и ее преподающих. Инвесторам теханализ не нужен совсем. Абсолютно. Так вот, если конкретная бумага или весь ваш портфель выросли на запланированные 30, ну или 50 процентов, и это была цель вашего инвестирования, то, наверное, можно и продать, ведь цель-то достигнута. Просто странно ставить себе вот такие цели. Вот, к примеру, у меня цель – достичь финансовой независимости через несколько лет. И это дивидендная зарплата, но вы об этом знаете. И, конечно же, в рамках этой цели, этой стратегии я ничего продавать не собираюсь, потому что подобные спекуляции вполне могут отдалить меня от моей цели, а оно мне не надо совершенно. Однако, если эта бумага, например, из второго или даже третьего эшелона низко ликвидна и выросла, к примеру, в разы на непонятных или неизвестных причинах, то можно и продать, такое бывает. Только вот какой смысл вообще лезть в третий эшелон с его рисками? Осторожней с этим. Если же рост актива происходит просто вместе со всем рынком, плюс-минус немного, а вам при этом посчастливилось купить когда-то по очень низкой цене, и вы сейчас наблюдаете существенный рост в процентах, то опять вспоминаете про цели. Даже если вы продадите в этом случае и захотите опять войти в рынок, как вам кажется, более выгодно, то с большой вероятностью и остальные бумаги в этот момент могут уже оказаться перегретыми. И смысла в данном движении не будет совсем. Только комиссию брокеру отдадите и нервы себе пощекочите. Возможно, вам и повезет, такое тоже бывает, но строить стратегию инвестирования на везении и хаотичных сделках купли-продажи я бы не рекомендовал. К хорошему это, как правило, не приводит. Об этом много сказано вот в данном ролике. Смотрите и не говорите, что не видели. Не говорите, что я вас не предупреждал о вреде спекуляции. Для сомневающихся и предполагающих, что на спекуляциях можно регулярно зарабатывать и на длительном периоде времени, это видео обязательно к просмотру. И определитесь с целями. Вообще-то именно с прояснения целей нужно начинать свое инвестирование. Далее, дополнение. Если какая-то бумага выросла в цене сильно, то, скорее всего, рынок просто очень хорошо оценивает ее будущие перспективы. Так пусть полежит в портфеле такой качественный актив. Даже если потом рынок скорректируется, то чего же в этом страшного-то? В вашем портфеле будут хорошие бумаги и правильная высокая диверсификация. И эту возможную коррекцию вы переживете, и портфель продолжит расти на длительном горизонте. Суета и резкие телодвижения с покупками, продажами и вылавливанием процентов прибыли в нормальном долгосрочном инвестировании совершенно не нужны, даже противопоказаны. Это пагубно влияет на общий инвестиционный результат и вредный для здоровья и нервов. Далее, сейчас будет самое важное. Но прежде чем продолжить, очень хочу поблагодарить всех, кто поддерживает канал лайками и комментариями. Отдельное спасибо зрителям, которые поддерживают канал материально через кнопку «Спонсировать». Спасибо, что поддерживаете мои аналитические и обучающие материалы и понимаете, что это нелегкий труд. Так вот, важное. За последние 100 лет рынок опускался на 25% и ниже целых 15 раз. Речь идет об американском фондовом рынке. При этом в среднем общая стоимость рынка удваивается каждые 9 лет. Да, фондовый рынок иногда корректируется, но чаще растет и периоды роста гораздо длительнее. Так зачем суетиться выскакивать из рынка в преддверии возможной коррекции? Коррекция ведь может и не случиться или окажется недостаточной для вас. Но вот что точно произойдет, так это рост рынка на длительном периоде времени. А если вы не готовы к периодическим коррекциям и красным цифрам в портфеле, то вам не следует владеть акциями. Лучше поберегите нервы, здоровье важнее любых инвестиций. Ну а на сегодня это все. Пожелаю вам удачных инвестиций на фазе роста рынка. Всем здоровья, большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.